Эти кадры сняты в конце июля. Строители трудились в усиленном режиме, чтобы как можно скорее подготовить объект к сдаче. Спустя месяц результат, что называется, налицо. Специалисты сейчас устраняют небольшие замечания, без которых ввод объекта обходится редко. Посадные работы завершены, на площадках появились теневые навесы и современное покрытие. Впервые применено в детских учреждениях вот это хорошее покрытие, травмобезопасное, то, что мы видим на детских площадках с теневыми навесами. Хороший бассейн современный, с оборудованием, со всеми вентиляционными вещами, которые позволят комфортно и безопасно эксплуатировать этот объект. Мэр округа Сергей Петров наблюдает, как в бассейне причудливой овальной формы проводятся гидравлические испытания. Глубина чаши составляет чуть больше полуметра. Завершена и чистовая отделка внутренних помещений. Помимо современного пищеблока в недалеком будущем детский сад сможет похвастаться и спортзалом с высокими потолками. Подрядчик уверен, что социальный объект будет введен в эксплуатацию вовремя и критических замечаний не будет. Все соответствует государственным требованиям с НИПом, СПшком, РДшком. Все в норме, все хорошо. 23 сентября объект посетит комиссию областного гостроинадзора, который вынесет окончательное решение о поводу в эксплуатацию. Еще примерно два с половиной месяца уйдет на получение лицензии на право образовательной деятельности. Сегодня мы убедились, что подрядчик в нужной стадии находится строительство по оборудованию. Никаких проблем нет с поставками и прочими вещами. То есть объективных причин для того, чтобы объект не ввелся в эксплуатацию, их просто не существует. Душкольное учреждение, рассчитанное на 220 лет, самый современный детский сад в округе. Его строительство началось год назад, а уже в декабре он наполнится ребятней. Елена Мильвит, Владимир Сильванов, Местное время.